Здравствуйте! С вами программа День города и я, Марина Романюк. Смотрите в выпуске. В Новый год без долгов. Расскажем, как оплатить задолженность по отоплению без просрочек. А вас я попрошу уволиться. Павел Малков на правительстве призвал привлечь к ответу чиновников, отвечающих за госзакупки лекарств. Управляя инфляцией, в Банке России сегодня тестировали способности лучших студентов. В Новый год без долгов. Акция с таким названием стартовала в центрах оплаты РМПТС. Компания решила изменить подход к работе с должниками и теперь каждый из них получил возможность списать часть просрочки. Как это сделать, расскажем далее. В центральном пункте приема оплаты за тепло настоящий ажиотаж. Рязанцы закрывают просроченную задолженность. Акция в Новый год без долгов от РМПТС – это большой шаг навстречу всем потребителям. Сегодня общая сумма недоимок около полумиллиарда, но это включая накопившееся пение. Так вот в компании готовы эти суммы существенно пересмотреть. Условия более широкие, более доступные для граждан, потому что не всегда все могут по прежним условиям оплатить одномоментно весь долг, чтобы списать пение. Поэтому мы предложили жителям сегодня новые услуги. Каждый житель, исходя из своих возможностей, оплачивает какую-то часть долга и пропорционально этой оплате мы списываем те пени, которые накопились у него за этот период. Допустим, если он оплачивает 4 тысячи из 10 тысяч долгов, то 40% пеней, которые накопились за период просрочки платежа, ему списываются. Пока что эта акция только на декабрь, но, возможно, ее продлят и на следующий год. Единственная просьба от компании РМПТС потребителям оперативно информировать об оплате или частичной оплате долга, чтобы быстрее отследить и быстрее же списать часть пени. Это можно сделать телефонным звонком или же СМС-сообщением. Впрочем, физических точек доступа тоже в городе хватает. У нас есть специалисты и здесь, которые находятся в центральном пункте приема. У нас есть специалисты, которые располагаются в городе на улице Советской Армии в магазине Дикси, это пункт приема КВЦ. Есть специалисты в городской роще, в торговом центре Политаевский 2, тоже в пункте приема КВЦ. Можно обратиться к ним, называть свой адрес и, в общем, получить то, что мы обещали. Вот поэтому мы, конечно, граждан призываем, в общем-то, отозваться на наш призыв, откликнуться на акцию, ну, в общем, сделать то, что они должны были сделать. Оплата долгов тепловикам – это в первую очередь деньги на развитие и улучшение предоставляемых услуг, говорят сегодня в РМПТС. Компания открыта к диалогу в любых ситуациях и обещает найти индивидуальный подход ко всем должникам. Есть же еще варианты с соглашениями и рассрочкой. В общем, надо просто прийти и наладить взаимопонимание. Увольнять ответственных за закупку лекарств призвал сегодня на заседании правительства Павел Молков. Речь идет о тех, кто придумал хитрую схему, по которой производители лекарств, как та же самая фармера, не имеют права участвовать в тендерах по госзакупкам. Губернатор увидел в этом элементы коррупции. О чем еще говорили на правительстве, расскажем далее. Региональный бюджет принят, и это бюджет развития с ответственным выполнением всех обязательств. Об этом Павел Молков заявил, открывая очередное заседание правительства. Все принципиальные расходы в главном финансовом документе Рязанской области сохранены. Тем выше ответственность. О том, как и на что область получит дополнительное финансирование, недавно рассказал депутат Госдумы Андрей Макаров. Павел Молков на это программное выступление сделал специальную отсылку. В том числе, кстати, говорили о том, что не удалось сделать, что не удалось реализовать. Говорили о сроках срывов сроков строительства, срывов реконструкции объекта. Например, такие, как расчистка салочи, запуск онкологического диспансера, который не без проблем идет. Опоздали с заявкой на Ухловский фок и так далее. Все знают свои вопросы, которые не удалось решить в полной мере. Я за такие вещи, конечно, краснеть больше не хочу, коллеги. Все проблемные точки известны. И давайте готовиться сейчас. Уже не раз об этом говорили, чтобы в следующем году срывов не было. А вот за торговый городок краснеть, похоже, не придется. Территория преображается с каждым днем. Под Новый год здесь решено открыть специальную ярмарку. Уже с сегодняшнего дня. Там будут представлены продукции местных товаропроизводителей. Это и товары к новогоднему столу, и сувениры. Также у нас будет отдельный домик, который посвящен акции «Мы вместе», где можно написать письма и передать определенные вещи нашим воинам, их семьям. И ярмарка продлится до 8 января и будет работать в будние дни с 11 до 7 и в выходные дни с 12 до 21 часа. А вот в Скопине сегодня совсем не до праздников. Здесь по-прежнему отключают воду. С жалобами губернатора уже буквально завалили. Все оправдания от главы местной администрации и профильного министра о том, что якобы налажен подвоз воды пожарными машинами, Павел Малков счел неубедительными. Дмитрий Владимирович, а вы пробовали жить на подвозе воды? Когда вам ее привозят в бочки, вы стоите в очереди за ней, наливаете себе ведро и с ним потом идете домой и распределяете на все нужды. Неудобно, Павел Иванович. Поэтому вот еще раз, мне каждый раз докладывают, что вопрос решен, проблема снята, остроты нет, коллеги. Я этот доклад не принимаю. Ставьте, значит, у меня отдельное совещание и рассказывайте, как на самом деле есть. Если вы считаете, что один раз туда съездили, на этом вопрос закрыт, решен, это не так. И уж совсем не так сегодня в процедуре закупок лекарств напрямую. Неожиданно оказалось, что та же самая компания Фармера, которая производит противораковые препараты, в госзакупках принимать участие не имеет права. Только через некую фирму-прокладку, посредника. Павел Малков увидел здесь почву для антикоррупционных действий. Мне кажется, что это очень такой подходящий случай к названию вашего управления. Мы с вами проговаривали вместе с Александром Сергеевичем. У меня огромная просьба вот этой ситуацией заняться так, чтобы в следующем году подобного не было. И пройти прямо по всем больницам, по поликлиникам, по закупкам. Мы должны приобретать напрямую у производителей, у всех. Тем более, когда производители еще и на нашей территории. Вот эти наценки, они никому не нужны посреднически. Александр Сергеевич, тоже проговаривали с вами. Нам надо, во-первых, все кадровые решения принять. Потому что я не хочу сейчас давать оценок, что это чья-то конкретная неэффективность, либо что-то большее. Даже разбираться здесь нечем. Просто попросите всех коллег, кто за это отвечал, уволиться. Кстати, только лишь увольнением, возможно, дело не ограничится. Но это уже будет решать совсем другое управление. Профильное. Сегодня в игре «Ключевая ставка» от Банка России. Молодые экономисты моделировали принятие решения по изменению ликвидности банковского сектора. Главной их задачей было обеспечить стабильно низкую инфляцию с учетом обозначенных экономических условий. Как это работает, расскажет Валерий Седов. На игру «Ключевая ставка» от Банка России ребята из Академии ФСИН пришли уже с формированной командой. Все студенты экономического факультета. Уже успели поучаствовать в бухгалтерской игре и игре по избирательному праву. Теперь предстоит одно из сложнейших состязаний. Я думаю, что будет очень высокая конкуренция. Все будут достаточно хорошо себя проявлять в этой игре. Надеюсь, что мы победим. А ребятам предстояло проявить свои интеллектуальные способности. На время игры они заменили банковских служащих. Соревновались пять команд. Каждая представитель своего вуза. РГУ, РГАТУ, РГРТУ, ФСИН и Политех. И каждый отвечает за свое направление, которое они и будут анализировать. Главный вопрос, на который нужно найти ответ, связан с ключевой ставкой. Повышать ее или понижать. Пять направлений – это промышленность, сельское хозяйство, денежно-кредитные условия, спрос и внешнекредитные условия. Во время игры каждая команда получит факторы и информацию по своей специализации. И на основе этой информации они будут сначала выбирать факторы, которые могут повлиять на принятие решений по ключевой ставке. Например, с точки зрения спроса. Это может быть рост спроса со стороны населения, снижение спроса со стороны населения. Но не все так просто. На каждом листе по три показателя. Вот только один из них вообще никак не влияет на ключевую ставку. Это вводная, чтобы запутать участников. Что относится к денежным кредитным условиям? Все мы ходим в банки, все мы кладем денежки на депозиты, получаем кредиты в банке. И от того, какая ставка по депозитам, по кредитам, ключевая ставка влияет на стоимость как заемных, так и привлеченных средств. От того, как изменится ключевая ставка, мы будем либо повышать депозитные ставки и кредитные ставки, либо же их снижать. То есть она напрямую зависит от размера ключевой ставки Банка России. Каждая команда по своему направлению принимает решение – поднимать или опускать ключевую ставку. Но такое решение единолично не принимается. Организуется видеоконференц-связь, где команды делятся факторами, влияющими на направление каждой команды. И все принимают итоговое решение – понижать или поднимать ключевую ставку. Факторы, кстати, не берутся из головы. Это реальные условия, которые использовал Банк России в прошлые годы. А это еще один интересный вопрос. Как сильно мнение ребят будет отличаться от решения, которое в свое время принял Банк России по ключевой ставке? Итоговое решение – понижать – оказалось правильным. Валерий Седов, Дмитрий Фимов. Телекомпания «Город». Рязанская епархия отправила очередной груз в зону проведения специальной военной операции. Прихожане собрали теплые вещи, медикаменты, продукты питания. В общем, самое необходимое сейчас. На эти цели рязанцы уже потратили без малого миллион рублей. Теплые носки, лекарства, еда – этот груз прихожане рязанской епархии собирали, как и полагается, всем миром. Совместно с региональным отделением Союза православных женщин. И это уже далеко не первая гуманитарка в зону СВО. Ранее были и спальные мешки, и газовые горелки, а также рюкзаки и микроволновки. В общем, собирали все, что нужно бойцам в быту. Вы защищаете наше отечество. И долг всех граждан, соответственно, помогать, чем мы можем. Вот поэтому примите то, что необходимо для военнослужащих, то, что при своем руководстве будет кончастен надеяться, что это поможет быстрее преодолевать болезни. И пусть Господь помогает всем воинам выйти всегда в строю. И если кто-то болеет, быстрее возвращаться в защиту отечества. Пожертвования рязанцев на гуманитарную помощь военным уже перевалили за миллион рублей. Впрочем, поддержка наших выражается не только в цифрах. Каждый вносит посильный труд. Кто-то вяжет, кто-то собирает, кто-то перевозит. И наши воины это ценят. От лица командования, от лица военнослужащих, которые сейчас несут службу на охране рубежей нашей Родины, выражаем большую благодарность Рязанской епархии. То, что не забывают воинов, которые сейчас несут службу. Это очень помогает военнослужащим там, в боевой обстановке, выполнять поставленные задачи. А еще за здравие русских солдат еженедельно в храмах Рязанской епархии совершают молебны. Записки с именами воинов принимают без пожертвований. А текст молитвы о Святой Руси можно найти в любой из церквей. В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике впервые открылась фотовыставка Петра Творения. Ее приурочили к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Здесь выставлено панно с увеличенным изображением памятных монет, которые выпускает Банк России вот уже 30 лет. Первую монету, о которой я хочу вам рассказать, деяние Петра. Монета очень интересная. Диаметр ее 13 сантиметров. Вес 3 килограмма 342 граммов. Представляете, что это за монетища? Конечно, тираж ее небольшой, 300 штук. Это коллекционная инвестиционная монета. И это только одна из представленных монет. Конечно, сами монеты в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике не выставляют. Здесь увеличенное панно. И благодаря этому можно рассмотреть все детали. Например, рыцарские латы на Петре Первом. Это монета, посвященная 300-летию Полтавской битве. На самом деле Петр был в военном мундире. Такое допущение требовала героическая традиция медальеров 18-19 веков. Или серебряная монета 2005 года из серии Вооруженной силы Российской Федерации. Здесь можно рассмотреть изображение морского пехотинца начала 18 века. К созданию такой монеты привлекались военные историки. Так что даже количество пуговиц на мундире солдата соответствует исторической эпохе. Кроме всего прочего, была при Петре Первом проведена денежная реформа. На одном из полотен, на монете, изображена как раз эта денежная реформа, монета, посвященная денежной реформе. На ней изображен первый механический пресс Санкт-Петербургского монетного двора. С этого момента в России прекратили выпускать монеты с помощью ручного труда. И стали они выпускаться именно механическим способом. Выставку Петра Творения организовал Банк России. Она приурочена к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Выставка работает в Рязанском Кремле на третьем этаже во дворце Олега. Ее можно посетить до 28 декабря. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Новогоднее чудо с Камчатки к вашему столу. Свежий улов. Чавыча, красная икра, белорыбеца. С 19 по 25 декабря. ТЦ Премьер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова